Приветствую вас! Ну, конечно, сначала надо бы определить, что вы вообще хотите. То есть, вопрос никакой вы не задаёте. Ситуацию описываете, говорите, что не знаете, как расценивать поведение молодого человека. Вот, то есть, хотите, получается, узнать, да, о том, что он думает, да, наверное, что он хочет, что ему нужно. Вот, хотите, наверное, наверное, я, конечно, не знаю, но, наверное, хотите вы его понять? Хотите, наверное, лучше чувствовать его возможно. Но, понимаете, всё это ориентация на него. Тогда как по-хорошему вам надо бы ориентироваться не на него, а на себя. Вот, ну, просто потому что это более продуктивная модель поведения здесь, по крайней мере. Дальше. Вам нужно, вам нужно определить для себя всё-таки, с чего вы хотите. Вот. Потому что, если и пока вы не знаете, что вам нужно, если и пока вы не знаете, что вам нужно и что вы хотите, да, и что вы готовы делать. Эм, самое вот, что главное, что вы готовы делать для того, чтобы, ну вот, получить это. Тоже не совсем понятен смысл того, смысл текста, которого вы написали. Вот. Значит, давайте мы с вами проанализируем. Эм, вот, то, что вы написали. И попробуем увидеть, эм, какие-то моменты, которые, можем сказать, которые, эээ, помогут вам понять, что происходит. Расстались плохо, пишите вы. А плохо расстались, ээээ, для кого? То есть, вот, что значит, что плохо расстались? То есть, кто это определяет, что плохо расстались? Это, соответственно, ваша оценка, да, того, что произошло. Что расстались вы плохо. Значит, эээ, здесь первый момент, да, получается. Ага, плохо это как? Дальше. Значит, наговорил мне много лишнего. Пишите вы. То есть, эээ, получается, получается, что молодой человек, эээ, значит, при расставании с вами, эээ, наговорил вам кучу всего лишнего. Как вы говорите. Кучу всего неприятного. Как вы говорите. Эээ, здесь, конечно, важно понимать, что, эээ, неприятное и лишнее, это вещи всё-таки разные. То есть, неприятное это то, что, то, как вы воспринимаете, эээ, то, что говорят вам. А лишнее, это то, что вы считаете, ну, то, что, по вашему мнению, грубо говоря, быть не должно. Ну, вот, это, конечно, я надеюсь, понятно, совсем не то же самое. Вот. То есть, совсем не, совсем не то же самое, да, лишнее и неприятное. Значит, лишнее, это тоже, эээ, то, как вы восприняли его слова. И, вместе с тем, эээ, ну, подобное поведение, да, молодого человека, оно, эээ, не могло быть спонтанно. То есть, тут, тут явно имели место, эээ, быть, какие-то проблемы между вами. Которые, скорее всего, эээ, имели место быть, ну, ещё раньше. Ещё раньше, до того, как, эээ, значит, вы, ну, грубо говоря, поссорились, вот, наступил этот кризис, кризисный момент у вас. То есть, то есть, проблемы начались ещё раньше, проблемы начались ещё раньше, до того, как он, эээ, стал вам, эээ, говорить какие-то вещи. Но вы, вы, этих проблем, скорее всего, не замечали. А это, в свою очередь, очередь, означает, что его, его самого, что-то не устраивало, эээ, в ваших отношениях. Он, пытался, эээ, скорее всего, терпеть это, вот, но, но, не смог. И, эээ, по итогу, всё это вылилось, вот, в такую историю, когда он начал на вас агрессировать. И здесь, в первую очередь, если вы хотите отношения как-то вернуть, надо разобраться, что произошло. Какие у вас, эээ, были или могли быть проблемы в отношениях. И почему они были, как они были, эти проблемы. Вот. Всё это очень важно. Если вы хотите, эээ, ну, вот, в теории, да, хотя бы, вернуть, эээ, молодого, молодого человека. Без, эээ, того, чтобы понять, из-за чего, эээ, всё это началось, да, без этого, невозможно будет, эээ, вернуть ваши отношения, даже если он, эээ, к вам вернётся. Потому что, проблемы, они, всё равно будут, проблемы, они, всё равно, останутся, эээ, такими, эээ, какие они, собственно говоря, есть. Вот, здесь никуда не денутся. И, соответственно, эээ, ссора произойдёт опять. Или проблемы произойдёт опять, и так далее. Тем более, что, эээ, вы никак не обговорили, собственно, то, из-за чего вы расстались. То есть, ну, да, эээ, он извинялся, просил прощения у вас, и так далее. Это понятно, но это, эээ, не совсем. Это не то же самое. То есть, по сути, эээ, никаких решений вами выработано не было. Ну, эээ, ну, в результате. В результате. В результате. В результате, вот, эээ, разговора, обсуждения и так далее. Дальше. Я ему тоже. Интересно, что, эээ, значит, ну, вы ему вроде как тоже наговорили, ээээ, ну, каких-то неприятных, ну, вещей. Но, тем не менее, изменений ждали именно вы. То есть, никто не говорит об отношениях, как таковых. Но, если вы поступили, например, эээ, как-то, например, не очень красиво, да, допустим. Ну, точно. Вот. То, мне кажется, что, ну, вы, вам можно было, можно было быть, а перед ним, как же извиниться. Вот. Вы этого не сделали, не сделали. Вы этого не сделали. Вот. Эээ, не то, чтобы я вас обвиняю в чем-то, не то, чтобы я вас, ээээ, я считаю, что вы, что вы сделали что-то не так. А, нет. Эээ, момент здесь не в этом. Я просто хочу обратить ваше, ваше внимание. На это, на этот аспект. На данный аспект. Хочу, чтобы вы постарались это понять. Ибо это важно. Для вас. Вот. Дальше. С момента расставания просто два месяца, я надеюсь все это время, что позвонит. Опять же. А, с учетом, с учетом того, что мужчина гордый, как вы говорите. С учетом того, что мужчина стихонительный, ему было бы гораздо сложнее вам позвонить, чем вам ему. То есть, вам легче было бы позвонить ему самому, самой, да? И, ну или даже не звонить, а просто, например, там, извиниться, допустим, за то, что именно вы наговорили ему что-то неприятное. Вот. Просто извиниться. То есть, никто не говорит, опять же, замечу, никто не говорит о восстановлении отношений. Это совсем не то, ну не то же самое. Это разные вещи. Я здесь абсолютно обозначен. Уверен. Вот. Но при условии, что вы хотели, при условии, что вы хотели какого-то, значит, развития, да? Вот. Ваша пассивность выглядит, ну, не то чтобы странной. Вот именно, именно странной я ее называть не хочу. Да, именно странной пассивной. Она выглядит, скорее, привычной. Это именно, вот, привычная, наверное, модель поведения для вас. Но оттого она не менее правильна. Конечно, конечно. Конечно. Вот. Поэтому здесь ситуация выглядит примерно вот, ну, примерно вот так. Здесь ситуация выглядит. Как я говорю. Дальше. Значит. Через два месяца звонок от него, извинялся и просил лично встретиться, чтобы все обговорить и попросить прощения. Здесь, конечно, странно. То есть, мужчина говорит, что хочет попросить у вас прощения, хочет извиниться, вот. Хотя он, в общем, в общем-то, уже изменился перед вами, да, по телефону. Вот. И тут, конечно, его позиция, она довольно интересно выглядит. Мне кажется, что мужчина, он, вот, в дальнейшей ситуации просто ждал, что, ну, что вы как-то проявите себя, показываете, что хотите отношений. Может быть, даже будете его уговаривать. Значит, при встрече поцеловал меня в щелку, мы с ним прогулялись, зашли, выпили кофе. И только в конце вечера зашел разговор о самом расставании. Ну, здесь, конечно, мне было бы очень интересно узнать о том, кто именно, вот, кто именно начал разговор о расставании. Ну, вот, конкретно, кто начал говорить первый, он или вы, собственно говоря. Вот, потому что, опять же, это, это важный момент. Если он, то для чего, да? Если вы, то тоже, ну, тоже нужно разобраться для чего. Вот, с какими, например, ожиданиями вы шли, допустим, вот, на эту встречу. Да? Вот. Ну, допустим. Допустим. Это всё, собственно, тоже очень важный момент. Ну, просто, просто потому что, просто потому что без этих аспектов вряд ли можно говорить о, значит, какой-то ясности в том, что происходит, в том, что произошло между вами. То есть, тут есть и ваши ожидания, и его ожидания, вот, и это, конечно, очень здорово всё выглядит, как, знаете, такую неуверенность в себе, то есть вы оба в себе не уверены, вот, но при этом каждый хочет, чтобы его, там, как-то поняли, да, его как-то пошли навстречу и облегчили его задачу. Вот. Что, конечно, не происходит. Ну, потому что личную ответственность нужно нести самостоятельно. за себя и за свои желания. Дальше идём. Значит, я плакал, хотя думал, что всё выйдет за спокойно, и у него тоже дрожнял голос. Ну, вот, здесь вы не пишете о том, что вы попросили у него, например, прошения, сами, да, извинились. Здесь вы не пишете о том, что высказались по поводу вашего видения отношений, ну, будущих отношений. Вот. То есть всё это вы... об этом вы ничего не говорите. Вот. А жаль, потому что это, опять же, тоже очень важно. То есть то, что вы плакали, ну, это понятно. Тяжело и, в общем-то, в целом нормально, что вы плакали. И то, что у него голос дрожал, это тоже нормально. Вот. Но вопрос не в этом, а в том, какой вывод каждый из вас из этого сделал. На мой взгляд, это куда более важно, чем сами эмоции именно здесь. Дальше. Вы пишите всё, выдержив спокойно. Ну, вы не пишите, не пишите, сколько времени вы встречались с молодым человеком, со своим папой, то есть, ну, сколько времени вы были в отношениях, насколько вы успели, там, например, друг к другу привязаться, вот, что-то такое. Вы ничего об этом не пишите, а жаль, потому что это тоже очень важно. Вот, насколько было обусловлено появление у вас, например, слёз, да, насколько было обусловлено появление у вас такой реакции, да, то есть, слёзы и так далее. Это вот нужно выяснять. То, что у него, то, что у мужчины, эм, так, это понятно. Почему? Потому что, в общем-то, ему подобные вещи даются с трудом. Мы говорили о том, что он стеснительный и одновременно гордый. То есть, эээ, такая, такая гремучая смесь, но всё сводится к тому, что человек просто-напросто, эээ, не позволяет себе чувствовать. Вот, запрещает, запрещает, запрещает себе чувствовать, эээ, вот, и, собственно, именно поэтому возникают себе проблемы в отношениях. Кстати, скорее всего, именно по этой же причине, эээ, он не смог, эээ, вам, эээ, сказать о том, эээ, что его, например, эээ, беспокоит о том, что его волнует. А, вот, и так далее. Это, эээ, тоже очень, эээ, важный момент, момент. Так. Дальше идём, эээ, значит, в следующий аспект. Эээ, который вы описываете. Значит, эээ, он просил, эээ, простить его и остаться с друзьями, не портить отношения. Не портить отношения. Эээ, в некоторой степени это, конечно, довольно странно, потому что, эээ, отношений-то, по сути, между вами, эээ, никаких, эээ, не было. Ну вот. Эээ, в ближайшее время. Да, в послед, в последнее время. Вот. И, ээээ, это выглядит, как, ну, на самом деле, это выглядит, как, эээ, просто изменение, да. Вот. Но, в надежде, на то, что, эээ, дальше будет, эээ, что, эээ, что-то. Вот. Потому что, эээ, не портить, не портить отношения, это, везде, это просто выглядит, как, эээ, ну, как формальность, на самом деле. Потому что, ещё раз повторю, отношения между вами, эээ, по факту-то, и не было. Вот. Значит, эээ, вопрос в другом. Как вы восприняли, эээ, значит, то, что он вам сказал, да, эээ, чего вы, чего вы хотели от него в этот момент? Дали ли вы ему, эээ, этот, возможности понять это? Я имею в виду то, что вы хотите. Потому что мужчина, он сложно достаточно воспринимает полу-намёки, а, тем более, Мужчина такого плана, вот, такого рода, который вот, ну, который гордый, слишком, который как-то вот, зажимает свои чувства, вот, то есть, тут мне кажется, уже вопрос больше к вам, вы сами дали ему понять, что хотите, например, ну, какого-то продолжения, там, или что-то ещё, а, в соцсетях лайка и фотографии, друзья, его мне пишут иногда, да, непонятно, кстати, что вы ответили, да, если согласились с ним остаться друзьями, да, если реально согласились просто остаться с друзьями и всё, вот, то это, конечно, мужчиной могло быть воспринято, ну, буквально, буквально, вот, и ни о каких отношениях новых речей, речи вообще быть не может, в принципе, потому что мужчина, как бы, ну, как бы, говорит, ага, значит, ты согласилась, вот, на то, чтобы быть друзьями, а, ну, значит, мы, мы с тобой, значит, будем друзьями, вот, и всё, по факту, это вот, это так выглядит, и мне кажется, что здесь, вот, серьёзно, от того, как вы себя повели, да, от того, как вы себе, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот, ну, так, по крайней мере, мне представляется, и так, по крайней мере, мне это кажется. Потому что, ещё раз повторю, что мужчина подобного типа является преувеличенно формальным во всём, что касается отношений. Прошу вас это учитывать, да, и, ну, как бы иметь в виду, если у вас ситуация с такими мужчинами повторяется, да, то есть вы выбираете вот себе таких эмоциональных, холодных, неприступных мужчин, да, которые вот так себя ведут, то у этого есть причина, причина, у этого есть причина, и я полагаю, что очень важно, чтобы вы, может, постарались эти причины понять, тогда. Вот, ну, это только при условии, если это уже не первый раз. Дальше. Ага, значит, так, но он не звонит, не пишет. Пишите вы. Вопрос. А должен ли он был зазвонить вам? Должен ли он был писать вам? Это вопрос к вам. Потому что, ещё раз повторю, от того, как вы себя поставили, от того, как вы себя позиционировали в том разговоре с ним, зависит, вот, собственно, то самое его поведение, о котором вы говорите. Понимаете? Вот. Это, к сожалению, именно вот так. Это так работает. Это не работает по-другому. Понимаете? Вот. То есть, я могу понять вас, я могу понять, ну, вот, я могу понять вашу реакцию, да, достаточно легко могу понять вашу реакцию. То есть, вы чего-то от него ждёте, а он вам этого не даёт. Но нужно здесь проанализировать, как вы себя повели и дали ли вы ему возможность такую надеяться на что-то. Потому что, очень похоже, зная, сейчас, в частности, мужскую психологию, что человек понял, что, несмотря на то, что вы его просили, никакого возврата, быть-быть не может. Ну, вот, с другой стороны, в зависимости от того, как у него сейчас течёт жизнь, да, вот, в зависимости от этого, можно сказать, что он чувствует, например, к вам, да, то есть если, ну, если ситуация складывается, например, таким образом, что он живёт активной жизнью, а если ситуация складывается, например, таким образом, что он осваивает какие-то новые виды деятельности, если вам стало известно, что у него, там, появилась, например, новая девочка, там, или что-то ещё такого, ну, такого вот типа произошло, то, скорее всего, скорее всего, его расставание с вами, да, ну, было, в общем-то, для него ожидаемо. То есть это было, по сути, дело, то, чего он хотел, вот. То есть как бы это вот неприятно, как бы это неприятно не звучало, да, ну, вот, это было такое вот его решение. Совершенно. По факту. Другой вопрос. Что из этого сделаете вы? То есть как вы будете себя, себя вести, да, например? Что вы, например, предпримите в этом случае и так далее? Если же мужчина кардинально свою жизнь никак, никак не поменял, и если мужчина, там, не осваивает ничего нового, и в личной жизни он, там, никак себя не находит, то вполне, вполне можно, можно вести речь о том, что он ожидает, что он ждёт. Вот, ну, или просто хочет. Не обязательно ждёт, но, может быть, просто хочет. Просто хочет, чтобы, вот, выбили мир. Я не хочу давать вам ложную надежду, потому что все ситуации я не знаю. Вот, и молодого числа человека я, в принципе, тоже не знаю. Вот, ну, просто хочу, чтобы вы вот как следует здесь проанализировали, да, то есть не пропились, не старались выдать желаемое за действительное, а просто вот спокойненько взяли и всё обдумали, как следует. Вот, ну, просто потому что, опять же, это важно, это необходимо. Это необходимо, если мы хотим понять, что с вами, что вот в ваших отношениях, ну, действительно происходило. Вот, кстати, его, то, что вам пишут его друзья, это тоже интересный факт, то есть, может быть, они пишут как раз той целью, чтобы вы о нём не забывали. Вот, ну, бывают, знаете, вот такие спасатели, кто пытается спасти чужие отношения. Дальше. Я написал однажды, ненавязчиво, безо всяких, люблю, скучаю, пообщаюсь, но он ничего не сказал, что хочет, может, хочет восстановить отношения. А вы считаете, что подобные вещи говорят вот так? То есть, ну, вот, по переписке, да, ну, лично и так далее. Вы считаете, что при условии, что мужчина гордый, при условии, что мужчина стеснительный ещё к тому же, вы считаете, что он вот мог бы сказать то, что, ну, вот, то, что вы хотели бы услышать? Мне кажется, что нет. И вы, в общем-то, знаете, вы не могли не знать о том, что он этого сказать, ну, не мог никак. Мне кажется, вы это знаете. Вот. И здесь, конечно, вопрос, он скорее к вам. Вопрос скорее к вам. Намеренно или нет, вы ждёте от своего мужчины, ага, значит, такого поведения, на которое он не способен. Вот. Осталось только понять, намеренно вы это, вы это делаете или нет. Я так думаю, что нет. Я так думаю, что не намеренно, но, по факту, да, по факту, это мало, мало, мало что меняет. Вот. Потому что, по результатам, получается, в принципе, одно и тоже. Вот, то есть, ну, если он, опять же, гордый, вот, то нужно периодически писать, нужно периодически о себе напоминать. На, на, на водку, на, на то, что вы есть, что вы, предложить нам вместе, эээ, провести время. Да? Да. Дальше. По телефону, так да, нёс про то, что обидел, почему нёс, это как бы обида какая-то на него сейчас уже у вас. Эээ, значит, нёс, эээ, что обидел меня, это правда, что очень красивая, идеальная девочка, всё такое. Ну, это не значит, что он хочет быть с вами, и, как правило, это нас совсем наоборот, что мужчина чувствует себя недостойно в вас, и боится, что он не удержит вас, не сможет быть с вами в отношениях. Возможно, именно это его и подавляло, из-за чего он взорвался. Вот. Эээ, знаю его характер, он гордый, тяжело через себя бывает переступить, но я стеснительный. Ну, вы знаете, эээ, Варвара, я могу сказать, что вы, эээ, не ведёте себя так, как будто вы знаете его характер, вы ведёте себя, ну, совсем по-другому, по-другому. Вот, дальше, эээ, так, эээ, если б, эээ, так, эээ, самой хотелось бы вернуть отношения, зачем, для чего, опять же, хотелось бы, это не уверен. То есть, знаете, вы или хотите вернуть отношения, или нет. Вот, это так только. Эээ, по-другому, никак, вот, если вы либо, эээ, либо вы принимаете решение, что, да, я хочу вернуть отношения, я хочу быть, эээ, с ним, допустим. Или я предпринимаю решение, да, и с ним всё-таки быть не хочу. А так вот, как вы говорите, эээ, что хотелось бы, это, ни туда, ни сюда. Вот. Поэтому вы, пожалуйста, на это, эээ, тоже внимание обратите. Дальше, эээ, чтобы возвращать отношения, нужно, эээ, понять ошибки, которые вы совершили. Да? То есть, и вы, и молодой человек, молодой человек, в принципе, совершили ошибки. Вот. Я не говорю, что, эээ, что этих ошибок, эээ, было много, да, я не говорю, что виноваты только вы. Вообще не говорю, что кто-либо виноват в этой ситуации. Вот. Но, то, что каждый из раз, эээ, совершал, совершил ошибки, это правда. Вот. И, сколь уж вы, эээ, хотите, отношения вернуть, да, то начать нужно с себя. И, собственно, проанализировать, что конкретно вы сделали не так в отношениях. Как вы себя вели в отношениях не так? Что из того, что вы делали, было неправильным? Что из того, что вы предпринимали, было, ну, неэффективным, малоэффективным? Вот. И так далее. Это, это, очень важный аспект, аспект, без которого, эээ, ну, вряд ли можно, эээ, реально надеяться на восстановление отношений. Вот. Дальше, ээ, с другой стороны, думаю, если бы хотел, эээ, значит, эээ, хоть какой-то шаг, если бы хотел, хоть какой-то шаг сделал бы. Ну, опять, понимаете, опять вы ждёте от, эээ, гордого стеснительного человека, да, каких-то первых шагов. Вот, вы знаете, это, эээ, вот что это? Да? То есть это, это у вас, эээ, это у вас манипуляция такая, или это вы правда думаете, что он может сделать, эээ, первые шаги по отношению к вам? То есть вот здесь, конечно, надо бы, эээ, вам, там, вот, как следует, эээ, подумать над этим, там, потому что, эээ, такое ощущение, что вы в своём молодом человеке видите кого-то другого. Вот, я не знаю кого, но, кого-то другого, вы, вы видите, не того, кто есть на самом деле, знаете, вот. И, и, это, конечно, ставит под некоторые сомнения то, насколько искренне у вас к нему отношения. Я не говорю, что вы его обманываете, я не говорю, что вы, не хочу объяснить ваши чувства, но, вот, судя по тому, как упорно вы пытаетесь, эээ, чтобы увидеть в нём того, кем он не является, вот, это вот наводит на подобные мысли. Дальше, значит, эээ, сделаю бы, по большому счёту, он меня бросил. Ну, мне кажется, это перенос ответственности, потому что, когда вы расставались, да, то вы, может быть, он и проявил инициативу, да, по расставанию, но вы его инициативу как-как бы поддержали. То есть, вы могли, там, проявить себя иначе, вы могли, как-то сказать, нет, нет, там, например, если мы расстанемся, допустим, что не так, если мы расстанемся, то по-другому совсем. Если мы расстанемся, то я хочу, чтобы это было, ну, более спокойно, вот, то есть всё могло быть так. Но ничего этого по итогу нет, да, ничего этого по итогу не случилось. И это, это, конечно, показательный момент, поэтому не бывает, не бывает вот в отношениях такого, чтобы кто-то кого-то бросил. Ну, один, да, то есть кто-то выступает инициатором, а кто-то позволяет этому происходить. Вот. И всё, по факту. Такое вот моё мнение. Поэтому то, что вы говорите, это выглядит как перенос ответственности и попытка всю ответственность, значит, на него сместить. Вот. Это не, ну, это неправильно. Это даже не то, что неправильно, это вас, это, у вас такая позиция, вас, она никуда не приведёт на самом деле. Просто. То есть это не та позиция, которая поможет вам вернуть отношения. Вот так я бы сказал. Вот. Надеюсь, что вы этот момент для себя зафиксируете. Дальше. 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 Вы пишете. Так. До меня были у него отношения давно с одной девушкой. И они, что интересно, почему-то закончились. По какой-то причине. Было бы неплохо узнать, что это была за причина. Как мужчина к этой причине относится. И не похожа ли, что та причина на причину данную. Если мужчина вас спросил, то вполне может быть, что он боится эмоциональной близости с женщиной, ну, с партнёром любовным. Вот. Боится близости, боится семьи, боится, может быть, быть зависимым. Как иногда этого боятся люди гордые. Вот. Но все это, опять же, нужно выяснять. Все это, опять же, нужно выяснять, смотреть, анализировать, потому что по-другому это просто предположение. Вот. Ну, и вам, по сути, это ничего не даёт, да. Вот. Основная мысль, я надеюсь, ясна, она заключается в том, что мужчины какие-то подвижки вроде как делают, делают для того, чтобы восстановить с вами отношения. Но, на мой взгляд, вы проявляете недостаточно активности. Вот. Для того, чтобы хотя бы попробовать даже не быть в отношениях, а просто регулярно взаимодействовать друг с другом. И я предлагаю вам отталкиваться именно от этой цели. То есть первоначальная цель для себя поставить именно такую. Не восстановить отношения, потому эти отношения вы уже не восстановите. Не нужно оттяжать себя иллюзиями, что после того, как вы наговорили друг другу много всего хорошего, да, в кавычках, вы можете вернуть прошлые отношения. Нет. Нет, нет, нет. И ещё раз, нет. Это так не работает. Если вы любите своего молодого человека, если он вам дорог, вот, то я думаю, что первоначальной целью нужно сделать именно восстановление регулярного общения, вот. Ну, собственно, с чего все отношения-то как бы и начинаются на самом деле, да? Вот. То есть, в принципе, то, что нормально-нормально, то то, что вполне, ну, естественно. Вот. Я полагаю, что это вот первоначальная цель. Если она вас устраивает, значит, вы к молодому человеку относитесь действительно искренне, если она вас устраивает, значит, молодого человека вы её действительно уважаете, действительно цените, действительно хотите, чтобы он был счастлив, вот. потому что, ну, я увидел у вас вот эту вот такую определенную поведенческую модель, да? Вот. Которая может быть воспринята как что-то позитивное по отношению к нему, а не по отношению, не для себя, да? Вот. Но вам это нужно развивать. Ну, а тем более, что вам молодой человек предложил остаться с друзьями и не портит отношения. А вы хотите, чтобы он вам уже после первого сообщения в социальной сети предложил восстановить отношения не дружеские. То есть, чтобы он не друзьями уже с вами хотел быть сразу. Понимаете? Ох. И вот это, вот это вот, это очень тревожно нам будет делать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.